Да, привет-привет! Всем привет! Привет, дорогие слушатели, зрители! Меня зовут Татьяна, и добро пожаловать в конференцию. Добро пожаловать на конференцию сегодня. И наша конференция сегодня будет на тему путешествия. Путешествия. Как мы путешествуем, с кем мы путешествуем, на каком транспорте и так далее. Я хочу, чтобы у нас была интерактивная конференция, интерактивная встреча, поэтому, пожалуйста, лайкайте, ставьте лайк, если вам нравится, пишите привет, комментируйте. И я хочу, чтобы вы практиковали русский язык. Привет, Сьюзан! Я вижу Сьюзан, я вижу, что дачники, члены клуба русского дачи, дачи тоже здесь. И я хочу, чтобы вы практиковали русский язык. Поэтому, если я буду что-то говорить, спрашивать, пожалуйста, пишите по-русски. Хорошо? Только по-русски. Если вы будете писать по-английски, по-китайски, я не буду читать, не буду отвечать. Только по-русски. Хорошо. Привет, Ван из столицы Англии, из Лондона. Да, привет-привет. Привет вам из Парижа, дорогие друзья, где я живу. Хорошо. Новости. Какие у нас новости? Во-первых, через два дня будет подкаст номер 261 о коллекциях. Если вы в клубе «Русская дача», вы можете послушать этот подкаст. Если нет, вступайте в клуб. Также в пятницу, как обычно, будет статья. Привет, Тиффани, США. Привет, Джереми. Джереми-дачник. Привет-привет. И, друзья, вы знаете, что скоро я еду в Карелию. Я еду в Карелию. Карелия – это регион на севере России. У меня нет карты России. Но это регион на севере России, недалеко от Финляндии. Привет, Джефф. Я вижу, что вас уже много. Я очень рада. Привет-привет. И в Карелии я буду путешествовать только на поезде. Я еду из Парижа в Москву, потом из Москвы в Петрозаводск, и ещё на север, и всё на поезде. Там я буду снимать видео, много видео о Карелии, об этом прекрасном регионе. Некоторые видео будут для всех, и будет очень много видео для членов клуба «Русская дача». И это будет три недели, три недели путешествия. И я подумала, что я хочу поговорить с вами до моего путешествия. И я думала, какую тему можно выбрать. И потом я подумала, а, путешествие. Путешествие – это хорошая тема. А, Мунзадик из Парижа. А, мы в одном городе. Здорово. И да, сегодня тема путешествия, лексика путешествия. И в конце будет несколько интересных выражений, фраз о путешествиях. Поэтому слушайте, смотрите хорошо. Если у вас есть тетрадь, пишите. Хорошо, новые слова. И потом повторяйте, делайте флеш-карты и так далее. Итак, я думаю, что путешествие – это очень... Есть большая связь, связь, да, линк, связь между путешествием и языками. Я думаю, что люди, которые любят учить иностранные языки, также часто любят путешествовать. Правда? Да, например, я люблю путешествовать, и я тоже люблю иностранные языки. И я люблю, когда я путешествую, чуть-чуть говорить на иностранном языке. Потому что я думаю, что когда вы в другой стране, и вы не знаете ни одного слова на языке этих людей, этой страны, это не очень вежливо, polite, да, я думаю. Я думаю, что всегда хорошо знать несколько слов. И я думаю, что для русского языка это очень важно, когда вы в России, когда вы путешествуете в России... Привет, Стефан! Привет, привет! Это очень важно говорить по-русски. И это очень приятно, потому что, когда вы в России и вы чуть-чуть говорите по-русски, люди, они всегда... А, вау, они удивлены, они... А, вы говорите по-русски? Вау! И это очень приятно, потому что русский язык это не самый популярный язык в мире. Поэтому, когда вы чуть-чуть говорите по-русски, люди в кафе, в ресторанах, они очень удивлены, и они очень рады. Это правда? Да? Я думаю, что это правда. Итак, путешествия. Мой опыт, experience, путешествий. А я начала путешествовать поздно. Я начала путешествовать, когда мне было 18 лет. 18 лет. И до этого я путешествовала... Я ездила на юг России и тоже на Украину. Но это было... Это было только в России, на Украине, где все говорят по-русски. Там, где я была, говорили по-русски. Поэтому для меня это не было экзотично. И потом, когда мне было 18 лет, я приехала во Францию, и из Франции я начала путешествовать. Дорогие друзья, пожалуйста, пишите, в каком возрасте вы активно начали путешествовать. Пишите. Я начал или начала... путешествовать. Когда мне было, например, 20 лет, 30 лет, может быть, 10 лет. И когда я начала путешествовать, я из Франции ездила по Европе. У меня не было много денег, я была студенткой, поэтому это было обычно 2, 3, 4 дня. И это было обычно в недорогих гостиницах. И я была во многих странах Европы и также в Японии. Вы знаете, что я очень-очень люблю Японию. Уанн пишет. Я начал путешествовать, когда мне было 20 лет. Ну, почти как я, да, когда мы студенты, когда мы чуть-чуть начинаем зарабатывать деньги, мы можем путешествовать. Да, Дуглас, в 21 год. В 21 год. Сьюзен. Я начала путешествовать, когда мне было 15 лет, в Швецию для обмена студентов. А, очень хорошее слово. Обмен. Обмен студентов, обмен учеников, обмен школьников. Это когда вы едете жить, например, в одну страну, например, 2 недели, и из этой страны другой человек едет жить в вашу семью, например. Это очень хороший способ. Кари пишет. Мне было 24 года, когда я начал путешествовать. Когда мне было 8 лет с родителями, Джереми пишет. О, 8 лет – это хорошо. Джереми, вы начали рано путешествовать. И это хорошо. Может быть, это вас мотивировало учить языки. Да, может быть. И, да, самая моя дальняя страна, где я была, это Япония. Да, из Парижа в Японию я летела, я думаю, 13 часов. Да, это долго. Я не люблю летать на самолете, поэтому это было трудно для меня, но мы можем сказать, Япония того стоит. Это хорошее выражение. Япония того стоит. Это того стоит. Это значит, это было трудно, может быть, непросто, но это так красиво, что нужно это сделать. Хорошо? Джефф пишет. Я начал путешествовать в иностранные страны, когда мне было 23 года тоже. Первый раз в Вену, в Австрию и Словакию. Очень хорошо. Так, друзья, 21 год, 23, 24, 25 лет. Хорошо. 23 года. Ой, нет, извините, 23, 24, 25 лет, когда мне было 23 года. Нет, извините, 22, 23, 24 года. Да, извините. И потом 25 лет. Хорошо? Да. Значит, я начала путешествовать, когда мне было 15 лет, с большими группами. Стефани, хорошо, 15 лет. Да. 21 год, 22, 23, 24 года и 25 лет. Хорошо? Хорошо. Хорошо. И сейчас я хочу больше путешествовать в России, потому что я немного знаю Россию. Я была в европейской части России, на юге, на севере, но я плохо знаю. Так? Вот, 21 год. Молодец. Угос. И сейчас, как вы знаете, я еду в Карелию, чтобы открыть для себя снова Россию. Хорошо. Теперь давайте посмотрим лексику. Хорошо? Какая лексика? Как мы можем путешествовать? Транспорт. Если хотите, можете писать. Пишите, пожалуйста, на каком транспорте можно путешествовать? Угу. Так, Тиффани, я начала путешествовать, когда мне было 30 лет. 30 лет – это хорошо. Так, а, 30 лет – это не очень рано, да? Но это тоже хорошо, потому что, когда вам 30 лет, и вы начали путешествовать, вы хотите посмотреть всё, много всего. Хорошо? Хорошо. Так, как мы можем путешествовать? Мы можем путешествовать на машине, да, на самолёте, на корабле, почему бы нет, на корабле, это очень приятно, на автобусе, на автобусе, Джереми, на велосипеде, да-да, это очень, это очень нужно быть спортивным человеком, чтобы путешествовать на велосипеде, one – поездом, да, на поезде, поездом, я очень люблю путешествовать на поезде, поездом, на корабле, на велосипеде, пешком, почему бы нет, если вы любите много ходить, пешком, это хорошо для здоровья, на автобусе, и да, напишите, как вы предпочитаете путешествовать? Мы можем сказать на самолёте или самолётом? Самолётом. Мы можем сказать два варианта. Я предпочитаю путешествовать на самолёте или самолётом, да, значит, Кари предпочитает путешествовать самолётом, Джереми – самолётом, так, я предпочитаю путешествовать поездом или на поезде, но иногда, конечно, нужно летать на самолёте. И интересный термин – путешествие. Если вы, например, живёте, например, в России, и вы хотите поехать, например, в Японию, вы можете, конечно, ехать туда на машине, но это очень долго, поэтому вы можете прилететь на самолёте в Японию и там снять, снять или арендовать автомобиль. автомобиль. Снять, арендовать автомобиль. Так, Сьюзен предпочитает путешествовать поездом, стоян на самолёте, Тиффани на самолёте и на поезде или самолётом и поездом, стоян на корабле. Нам повезло, потому что сегодня много средств транспорта. Средства – это значит, как мы путешествуем. Хорошо, снять, арендовать автомобиль. Снять, арендовать – это значит, взять на время. Не купить, а взять на время. Ван пишет, в чём разница между кораблём и теплоходом. Сегодня это синонимы, но теплоход – это, обычно теплоход – это пассажирский корабль, обычно. Это пассажирский корабль, обычно для круизов, да, круиз на теплоходе. Круиз на теплоходе. Круиз – это когда корабль медленно идёт и там есть кино и концерт и вкусная еда. Это круиз. Я была... Круиз обычно это когда есть много остановок. Например, я знаю, что можно поехать из скандинавской страны в круиз до Санкт-Петербурга, и я думаю, что это должно быть замечательно. Я думаю, что это супер. Так, Дуглас говорит, можно путешествовать на лошади или на верблюде. Джефф, никогда не ездил на поезде? Тогда, Джефф, вам нужно путешествовать в России. В России поезд – это очень популярный транспорт. Хорошо. Дальше. Где мы можем остановиться, когда мы путешествуем? останавливаться, остановиться. Можно, например, в гостинице. Можно, например, в гостинице, Да, в отеле, в гостинице, в отеле. Обычно отель это значит больше люкс. Гостиница это русское слово, и отель это более люксовое слово. Например, отель, пятизвёздочный отель. Пятизвёздочный отель, это значит отель пять звёзд, это значит суперотель. Можно остановиться в гостинице. Где ещё можно? Пишите, друзья, где ещё можно? В гостинице можно у друзей, например, у друзей дома, если есть друзья. Можно снять, арендовать квартиру. Например, когда я путешествую с моим парнем, мы часто, мы снимаем квартиру через Airbnb. Airbnb, да, это реклама Airbnb. Это через Airbnb, да, это очень... Вы знаете сайт Airbnb, конечно, да. Это очень удобно и обычно недорого, и вы можете видеть, как живут люди в квартире, да. Так, Яра говорит, в общежитии для студентов, конечно. Дуглас в парке. Кэмпинг на кемпинге, да, это очень удобно. Я думаю, что в России это ещё не очень популярно. Кемпинг кары, кемпинг. Но думаю, что будет всё больше и больше, всё более и более популярно. В парке Дуглас можно, мы можем сказать, мы можем сказать, на природе, на природе, да, например, в парке, в лесу, под открытым небом. На природе, под открытым небом. Это значит, не в доме, не в гостинице, а в парке, на природе. Я не очень много спала в палатке под открытым небом. Я люблю комфорт. Но есть люди, которые любят спать в палатке, любят слышать, как поют птицы, любят на природе. И очень хорошо, если они могут это сделать. У друзей, я не знаю, друзья, напишите, вы любите отдыхать, останавливаться у друзей, например, неделю? В вашей стране принято, принято, не принято останавливаться у друзей? Принято значит можно, есть такая традиция. Не принято значит нет такой традиции. Например, в России принято останавливаться у друзей. Но, например, я живу в Париже, и в первый год, когда я жила в Париже, было очень-очень много друзей, которые хотели остановиться у нас. Может быть, три дня, четыре дня, но много-много-много-много-много-много. И это было немножко трудно. Я думаю, что если вы живёте в большом популярном городе, как Лондон, Нью-Йорк, это немножко трудно иногда. А Сьюзан пишет, принято останавливаться у друзей в США? Очень хорошо. Джереми пишет, принято в Англии. Дуглас принято, но только на три дня? Это хорошо, я думаю, что три дня – это идеально. Так, хорошо, пишите в вашей стране, принято, не принято. Это очень интересно. Хорошо. Хорошо, в России это принято. И обычно, даже если у людей маленькая квартира, они обычно приглашают вас и рады принять вас. Но не очень-очень долго. Хорошо. С кем? Как путешествовать? С кем путешествовать? Мы можем путешествовать так. Киара пишет, в Италии принято. Друзья, Киара, Дуглас, Джереми Сьюзан, я приеду к вам в гости, но только на три дня максимум. Хорошо? Хорошо. Так, как путешествовать? С кем путешествовать? Мы можем путешествовать с семьёй, с детьми, с друзьями. Это интересная тема. Путешествовать с друзьями. Друзья, вы любите путешествовать с друзьями? Например, Сьюзан, хорошо, я приеду. Например, если вы пара, и вы путешествуете с другой парой, вы любите путешествовать с друзьями? Напишите. Или вы предпочитаете путешествовать только с любимым человеком? Напишите. Так, мы можем путешествовать с друзьями, с парнем, с девушкой. Да, с парнем, с девушкой. Так, Сьюзен любит путешествовать с друзьями. Джереми с детьми, конечно. Да, я слышала такую шутку, что есть два способа путешествовать с детьми и без детей. Потому что это немножко трудно иногда. Да, Дуглас с сотрудниками. С сотрудниками очень хорошо, с коллегами. У меня нет такого опыта путешествовать с коллегами, это может быть интересно. Джефф с женой. Да, я предпочитаю путешествовать с моим парнем. Это моё любимое, мой любимый тип путешествия. Путешествовать вдвоём. В-двоём. Значит, вместе только два человека. Мы можем путешествовать в одиночку. Может быть, это новое слово для вас? В одиночку. В одиночку значит один. Один человек. Например, я еду в Карелию в одиночку. Мои друзья говорят, ах, как ты одна в Карелию? Но мой парень не хочет ехать со мной, потому что это будет как работа. Я буду снимать видео каждый день, у меня будут интервью. И я не хочу, чтобы он просто держал камеру весь день. Это не каникулы для него. И потом, я думаю, что путешествовать в одиночку, это иногда может быть полезно, хорошо для... чтобы получить новые идеи, подумать о жизни, да, как вы думаете. Дуглас, вы будете в безопасности в одиночку? Дуглас, я думаю, что да, потому что я буду или на поезде, или у меня будет два-три дня, когда у меня будет гид, или я буду в городе, я не буду... В Карелии есть медведи, но я не буду ходить в лес одна, да. Да, я буду снимать всё сама, или когда у меня будет гид, гид будет помогать. Да, я буду снимать сама. Так, хорошо. А, Вуан пишет, я был в Литве и в Латвии в одиночку, чтобы практиковать русский язык в Евросоюзе. Да, я думаю, что это интересно, когда вы путешествуете в одиночку, вы можете практиковать язык. Например, если вы путешествуете с семьёй, и они не говорят, например, по-русски, это будет труднее для вас. А, Джеймс путешествует верблюдом. Верблюд, верблюд – это животное. Это животное, и на спине у этого животного есть горб. Это животное, обычно бедуины на верблюде, да. Оазис, мираж, верблюд. Я никогда не ездила на верблюде. Это интересно. Хорошо. Ещё интересная вещь. Вы путешествуете сами? Вы сами организуете путешествие? Вы самостоятельно организуете путешествие? Или вы предпочитаете путешествовать через агентство? Через агентство. Самостоятельно – это значит, вы всё делаете сами. Билеты, отели, экскурсии. И через агентство – значит, есть компания, агентство, которое делает это для вас. Как вы предпочитаете? Самостоятельно или через агентство? Как вы предпочитаете путешествовать, например, в Россию или в страны, где говорят по-русски? Пишите. Пишите. И когда вы видите новое слово, вы можете его говорить. Я вас не слышу. Никто вас не слышит. Вы можете говорить самостоятельно. Через агентство. Если вы будете говорить, вы будете лучше помнить. Хорошо? Я всегда путешествую самостоятельно, но иногда, один день, я беру, покупаю поездку куда-то. Поездка – это как путешествие. Через агентство. Например, когда я была в Хорватии, Хорватия, Крейша, и было очень жарко, и очень было жарко, и мы взяли поездку в другой город, в другую страну, мы взяли на автобусе через агентство. И это было очень хорошо, потому что автобус был с кондиционером, и был прекрасный гид, и было очень прохладно, и это было замечательно. Да, через агентство иногда это может быть приятно. Правда? Так. Сьюзан самостоятельно, Дуглас самостоятельно через интернет, Рик самостоятельно ездил в Украину много лет назад, и прошлым летом самостоятельно в Мексику. Тиффани. Я была в Москве один месяц назад в одиночку, чтобы взять курс русского языка в МГУ. Хорошо. В одиночку, чтобы практиковать с русскими. Да? Хорошо. Так, теперь вопрос, куда? Куда мы любим путешествовать? Куда вы любите путешествовать? Есть несколько вариантов. Например, первый вариант – на море. Например, на море. Это может быть океан, да, но мы говорим на море. Регион, где я родилась, Северодвинск, там люди зимой и летом тоже, и зимой, и летом любят отдыхать на море, потому что они хотят солнце, море. Что можно делать на море? Можно купаться, купаться. Можно загорать, загорать, солнце, загорать, купаться, купаться, загорать, загорать. Можно тоже расслабляться. Расслабляться – значит релакс. Расслабляться. Купаться, загорать, расслабляться. И можно поехать в большой город, отпуск в большом городе, поехать в большой город, в большом городе. Например, Токио, Москва, Париж, Вена, в большом городе. Я люблю такой тип каникул, потому что я люблю, когда можно каждый день делать что-то новое. Я не могу лежать на пляже, это скучно, для меня это скучно. Мой папа говорит, что это потому, что я ещё недостаточно работала в жизни. Нет, может быть, он прав, если вы много работаете, вы очень устали, вы просто хотите лежать на пляже и всё. Так, Кари, я люблю путешествовать туда, где тепло, потому что, Кари, вы из Финляндии, да, я понимаю. Тран любит путешествовать в деревню, где мои бабушка и дедушка живут, в деревне это хорошо. Ещё джеб-горы, особенно в Канаде, да, горы. Да, в большом городе, что можно делать в большом городе? Можно посещать музеи, да, это я люблю, но один музей в день максимум. Можно ездить на экскурсии, можно гулять по городу, можно ходить в рестораны, да, это очень хорошо. Киара тоже любит большие города, как я, да. Обычно в больших городах есть тоже большие парки, где можно отдохнуть и можно также выехать. Выехать за город. Выехать за город значит поехать не в городе, а там, где нет города. Например, недавно я была в Испании, в Мадриде, и я несколько раз выехала за город. Я была в Толедо, в Сигови и в Эскариаль. Выехать за город. И ещё один тип отпуска – отдыхать на природе. Очень многие люди любят это – отдыхать на природе. Природа – это горы, это лес. И мы можем, например, ходить в поход. Ходить в поход – это значит долго идти, 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 идти в лесу, в горах. Ходить в поход. Да, друзья, вы видите, я пишу вам лексику, да, вы можете видеть. Кари говорит посидеть в кафе и посмотреть на людей. Это, конечно, очень интересно, когда вы путешествуете. Люди немного другие или совсем другие, и это интересно тоже. Да, да. Так, мы можем на природе. На природе природа – это не город, это лес, это деревня, это природа. Мы можем спать под открытым небом. Я уже говорила, спать под открытым небом. И мы можем любоваться на природу. Любоваться на природу. Любоваться – значит смотреть и говорить, как красиво. Любоваться на природу. Так, друзья, пишите, что вы любите делать, когда вы путешествуете. Что вам нравится, как вы любите путешествовать. Пишите. Я люблю отдыхать на пляже. Я люблю, ещё раз, я люблю спать под открытым небом, например. Так. Киара. Когда я была в Париже, я любила есть и пить вино на берегах реки. Да, это очень хорошо летом. На берегу сены, бутылка вина, сыр и все, много-много-много людей. Да, 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 это очень приятно. Конечно, кухня – это очень важный аспект путешествия. Да, для меня, например, это важно. Так. Сюзан. Я люблю посещать музеи. Тран. Я люблю жарить шашлык. Супер. Дуглас. Кататься на лыжах. Ага, все очень разные, у всех разные. One. Я люблю знакомиться с жителями города. Дорогие друзья, помните, что когда мы говорим «я люблю», это всегда первый глагол – это несовершенный вид. Imperfective. Да, я люблю кататься. Это хорошо. Знакомиться. Посещать. Да, очень хорошо, Сюзан. Я люблю посещать. Потому что это всегда, вы всегда это любите. Это привычка. Да, поэтому я люблю всегда первый глагол. Я люблю читать, я люблю кататься, я люблю знакомиться, я люблю посещать. Хорошо? Так, друзья, уже больше, чем 30 минут. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. Пишите ваши вопросы, я буду отвечать. Хорошо. Интересные слова. Интересные слова. Несколько интересных слов. Итак, лексика путешествий. Может быть, не самые обычные слова, а такие интересные слова. Первое интересное слово – это путеводитель. Путеводитель. Путь – это дорога, дорога, путь. Водить – это значит говорить «сюда, сюда, иди сюда, я покажу тебе дорогу». Это путеводитель. Путеводитель – это книга, где пишут, что вы можете посмотреть в этом регионе, где эта важная информация. Например, у меня есть два путеводителя о Карелии. Это моя хорошая знакомая, тоже ученица из Москвы, мне подарила. Например, Кижи. Да, Кижи – это очень интересное место. В Карелии я посещу Кижи 6 июня. Очень много интересных мест. Например, это очень хороший путеводитель, да, оранжевый гид. Здесь очень много интересной информации. В Карелии очень хорошая, красивая природа. Это путеводитель. И обычно, когда я путешествую, у меня всегда есть путеводитель, и у меня есть коллекция путеводителей, которые я очень-очень люблю. Путеводитель. Кари пишет «Я люблю знакомиться с другими культурами». «Джефф, я люблю гулять по городу, люблю делать много разных вещей». Хорошо. Пишите, друзья, вы всегда покупаете путеводитель или нет? Вам нужен путеводитель? Видите, здесь есть карты, какие интересные вещи. Это первое слово. Еще одно интересное слово – это «приключение». «Приключение». «Приключение» значит авантюра. Это что-то, какой-то интересный опыт, необычный опыт. Например, я думаю, что мое путешествие будет невероятным приключением. Это будет невероятным или невероятное приключение. Невероятное приключение. Потому что я буду путешествовать на поезде, и я думаю, что несколько дней на поезде, я думаю, это будет больше, чем 100 часов на поезде, 150. Это приключение. Вы можете написать, что для вас было приключением. Какое путешествие было приключением. Например, моя поездка в, например, Японию. Моя поездка в Японию была приключением. Хорошо. Так, Сьюзан пишет. Раньше до интернета всегда покупала, покупала путеводитель. Очень хорошо. Но сейчас зависит от ситуации. Если могу найти достаточной информации. Это правда. Сейчас можно найти много в интернете. Но я очень люблю книгу. И иногда у меня есть секрет. Иногда, когда я хочу поехать куда-нибудь, но у меня нет еще планов, нет билетов, я покупаю путеводитель. И я не знаю как, но есть какая-то магия. И потом я еду туда. Это может быть подарок на день рождения от моих друзей. Или это может быть друзья меня приглашают. Но я туда еду. И это для меня как магия. Я покупаю путеводитель. Например, недавно я купила путеводитель во Флоренцию. И у меня не было планов. У меня была мечта, но не было планов туда ехать. И потом друзья на мои 30 лет мне подарили все вместе путешествие во Флоренцию. Так что покупайте путеводитель, куда вы хотите поехать. И может быть вы туда поедете. Хорошо. Приключение. Приключение значит авантюра. Что-то очень экстраординарное, необычное. Еще одно слово. Очень длинное слово в русском языке. Это достопримечательность. Повторите, друзья, повторите. Достопримечательность. Я думаю, что вы знаете это слово. Достопримечательность. Это монумент или памятник, или музей. Это что-то, что нужно посмотреть в этом месте. Например, Красная площадь. Это достопримечательность Москвы. Если вы можете сказать это слово, браво. Молодцы. Достопримечательность. Хорошо. И еще один интересный глагол. Например, это глагол заблудиться. Может быть вы знаете, но может быть вы не знаете. Заблудиться значит потеряться где-то. Обычно в лесу заблудиться. А, Джефф, ДК, мои любимые путеводители. Да, 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 Джефф, я согласна. У меня тоже много-много путеводителей ДК. Доролин Кингерсли. Это мои любимые путеводители. Я тоже их очень-очень люблю. Да, да, да. Что случилось? Все хорошо? Вы меня видите? Да? Хорошо. Да, я согласна. ДК – это мои любимые путеводители. Я тоже их очень люблю. Друзья, посмотрите в интернете. Путеводители ДК, если есть на вашем языке, покупайте. Мне очень нравится. Я согласна с Джеффом. Заблудиться значит потеряться, когда вы не можете найти дорогу. Например, я заблудилась. Я заблудилась в лесу. Это очень опасно. Это может быть опасно. В России, если вы не уверены, что вы хорошо знаете лес, это очень опасно. Вы можете заблудиться. У вас может не быть интернета, не будет людей вокруг. Поэтому это не как в Европе, где вы можете гулять, и есть везде люди и знаки. Очень просто заблудиться. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Я очень легко могу заблудиться. Один раз я заблудилась в маленьком парке. Я не могла найти выход. Я заблудилась. Так. Ваши вопросы. Дуглас говорит. В вашей поездке поездам какие будут достопримечательности? Дуглас, может быть, вы видели в пятницу в моём блоге. Я писала программу. Программу «Что я хочу увидеть?» «Что я хочу посетить в Карелии». И Карелия очень известна своими островами. Остров. Остров – это земля. Земля в море. Земля в море или на озере. Например, вы видите, здесь у меня есть... Где? Здесь остров. Видите, это остров Алаам, например. Здесь есть остров Кижи. И здесь есть Соловецкие острова. Соловецкие острова. Мой пункт, самый северный пункт – это здесь. Я еду сюда, сюда. Соловецкие острова. Я родилась здесь. Недалеко. Я родилась здесь. И я хочу посетить Соловецкие острова. Я там не была. Значит, у меня есть три больших главных пункта. Это три острова. Кижи. Там очень красивая деревянная церковь в Кижах. Это очень-очень известное место. Видите? Очень красиво. Дальше номер два – это Соловецкие острова. Соловки. Это очень красиво и очень интересное место. Там есть монастырь. И я надеюсь, что там будет хорошая погода, потому что Белое море – это очень неспокойное море. Оно может быть очень неспокойное. И я надеюсь, что погода в море будет хорошая. И это один момент, когда я чуть-чуть боюсь путешествовать одна, потому что я буду с людьми. Обычно это мужчина с кораблём, с маленьким кораблём. И на море вот так. Но это будет приключение. И номер три – это остров Валаам. Валаам – это тоже остров, где есть монастырь. И, конечно, в Карелии очень богатая природа. И это тоже я увижу. У меня будет гид, который мне покажет. Так, дорогие друзья, у нас немного времени. Уже 45 минут. И я хочу посмотреть несколько интересных выражений. А Джефф говорит, у тебя есть ещё родственники, которые живут в Северодвинске. Есть, но мы не общаемся очень активно, к сожалению. Сейчас почти все родственники живут в Москве. Настя, привет-привет, дорогая Настя. Анастасия Семьина. Я с ней встречусь в Санкт-Петербурге, потому что после моего путешествия в Карелии я останавливаюсь в Санкт-Петербурге. Она меня пригласила к себе. Вы видите, в России принято, можно останавливаться у друзей. И мы сделаем с Настей интервью. Да, Настя. Мы сделаем интервью, потому что Настя всегда говорит, всегда спрашивает, делает интервью с другими людьми. Но очень мало говорит о себе. Я хочу, чтобы она рассказала мне о себе, о своей хобби и так далее. Хорошо? Так что, пожалуйста, вы увидите скоро интервью с Настей тоже. Ура-ура-ура. Хорошо. Несколько интересных выражений. Три выражения, которые связаны, linked, связаны с путешествиями. Первое выражение. Тише едешь, дальше будешь. Тише едешь, дальше будешь. Это не о путешествиях, но есть лексика глагола движения. Тише едешь, дальше будешь. Это значит, что если вы делаете что-то медленно, хорошо думаете, тогда, может быть, каждый этап будет маленький, но вы достигнете, you will reach, вы достигнете вашей цели быстро, быстрее. То есть, если вы будете делать все быстро-быстро-быстро-быстро-быстро, может быть, результат будет не очень хороший. Но если вы делаете медленно, вы думаете, результат будет лучше. Тише едешь, дальше будешь. Например, если вы занимаетесь каллиграфией, да, я иногда чуть-чуть пишу японскую каллиграфию, и нужно медленно, если вы делаете быстро, если вы очень большой профессионал, вы делаете быстро, это может быть красиво, да, но если вы только начинаете, лучше медленно. Тише едешь, дальше будешь. Еще интересная фраза. Это негативная фраза. С катертью дорога. С катертью дорога. С катертью дорожка. Что такое скатерть? Скатерть – это на столе есть ткань, фабрик, и эта ткань – это скатерть, tablecloth, я думаю, скатерть. И эта скатерть всегда очень прямая, очень хорошо, очень гладкая, очень прямая, и когда мы говорим дорога как скатерть, это значит очень прямая дорога, очень хорошая дорога, можно идти очень хорошо. Друзья, я пишу вам эти фразы, вы можете смотреть в нашем диалоге, вы можете видеть, что я пишу. И когда мы говорим «скатертью дорога», обычно это когда человек нам говорит «Я ухожу, до свидания, я больше не хочу быть с тобой», и вы говорите «скатертью дорога». И это не очень приятно, это агрессивно, это негативно, это значит «пусть твоя дорога будет как скатерть», «пусть твоя дорога будет хорошей». Я думаю, что по-английски мы говорим «good riddance», да, по-французски мы говорим «bon de baga», не знаю на вашем языке, как вы говорите, «скатертью дорога» – это значит «уходи», я не хочу с тобой говорить, я не хочу тебя видеть, если ты уходишь, это для меня не проблема, я очень рад или рада, «скатертью дорога». И последняя фраза «язык до Киева доведет». Язык до Киева доведет. Если вы в клубе «Русская дача», мы говорили об этой фразе уже с дачниками, потому что недавно у нас было видео, интервью с одним из дачников в Испании, и он знал эту фразу, и я объяснила другим дачникам, что это значит. Язык, вы знаете, язык доведет, значит, дойдет до какого-то места. Язык до Киева доведет, значит, что если вы будете говорить с людьми, спрашивать дорогу, общаться, это вам может помочь найти дорогу или просто получить, что вы хотите. Язык до Киева доведет. Например, мы можем сказать, например, у меня, меня пригласили в гости, и у меня телефон не работает, больше нет, аккумулятор сел на телефоне, все, телефон не работает. И я прихожу в гости, звоню, и моя подруга говорит, а, как ты нашла без телефона? Я могу сказать, а, язык до Киева доведет. Я спросила у людей. Киев, вы знаете, это столица Украины, и раньше Киев, он был самым большим городом, лидером большого географического региона, как Рим, да, как Рим, например, или Византия. И язык до Киева доведет, это значит, что, если вы будете говорить, использовать ваш язык, у вас есть большие перспективы найти, что вы хотите. Язык до Киева доведет. Хорошо? Ну что, дорогие друзья, у вас есть еще вопросы? Уже 50 минут. Если у вас есть вопросы, пишите сейчас. Привет, Яланда. Яланда тоже в клубе «Русская дача», и мы встречались с Яландой в Мадриде. И для меня путешествовать – это тоже повод, когда можно встречаться с вами, с моими дачниками, со слушателями. Это здорово. Хорошо, друзья, какие еще вопросы? Какие еще вопросы? Если у вас нет вопросов, я могу вам написать еще одну фразу, которая мне очень нравится. Я нашла ее в интернете. Ее сказал умный человек, не знаю кто. Это не тот больше знает, кто дольше жил, а тот, кто дальше ходил. Я вам напишу. Я вам напишу. Не тот больше знает, кто дольше жил, не тот больше знает, кто дольше жил, а тот, кто дольше ходил. Дальше ходил. Дальше ходил. Это интересная версия, это значит, что если вы много путешествовали, вы больше знаете о мире, о других культурах, вы более открытый, и вы видите, как живут другие люди, и когда вы путешествуете, вы видите правду вашими глазами. И то, что нам говорят иногда по телевизору, мы можем приехать в страну, поговорить с людьми, если вы говорите на языке, и понять настоящую ситуацию. Да, тран, что значит да-нет? Да-нет, значит нет. Да-нет, значит нет. Да, это просто такой русский парадокс. Да-нет, значит нет. Например, ты хочешь спать? Да-нет, не хочу. Хочешь есть? Да-нет, не хочу есть. Ты устал? Да-нет, я не устал. Да-нет, значит нет. Хорошо? Хорошо, мне очень нравится эта фраза, не тот больше знает, кто дольше жил, извините, извините, кто дольше жил, а тот, кто дальше ходил. Мне очень нравится эта фраза. Хорошо. Все, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу конференцию. Я еду в Карелию, я еду в Карелию в четверг, 31 июня, ой, мая, 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 31 мая. И если вы в клубе «Русская дача», я вам пишу адрес, чтобы стать дачником. Пожалуйста, вступайте в клуб «Русская дача». Все, кто в клубе, всем нравится. И мой проект в Карелии, он... Это очень много работы, много денег тоже, много средств и времени, чтобы сделать эти видео. Поэтому, если вы будете в клубе, вы сможете посмотреть эти видео. Если вы не будете в клубе, вы сможете посмотреть несколько видео. Но если вы в клубе «Русская дача», вы посмотрите много-много видео. Дуглас, жду прочтения ваших путешествий. Будут так. Спасибо. Всем большое спасибо. Карри, спасибо. Счастливого пути. Тран, спасибо вам за интересный урок. Тран, спасибо, что комментировали. Всем большое спасибо. Пожалуйста, продолжайте комментировать, продолжайте лайкать. И напишите, куда вы мечтаете поехать в путешествие. Я мечтаю поехать в будущем в США. Я очень хочу посетить США. Все, дорогие друзья. До скорого. Увидимся. Следующая конференция для нечленов клуба «Русская дача» будет в июле, я думаю. И дачники я буду публиковать видео часто. Один раз, каждые 2-3 дня. Все, дорогие друзья, целую вас. Пока-пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok